всем здравствуйте меня зовут александр и сегодня лекция будет про медитацию даже не больше не лекция это будет скорее формате вопросов и ответов и беседы построен то есть я буду вам рассказывать что-то у меня есть определенная задача что я хочу вам донести и начать хотелось бы с того что вообще каждого хочу услышать желательно ваши мнения могут совпадать могут различаться зачем вы делаете практику если вы ее делаете кто первый пожалуйста можете вне очереди не по порядку прям вот так я делаю три вида практики зачем концентрацию никакие практики вы делаете а зачем вы это делаете они имеют разное значение хорошо зачем вы это делать медитацию чтобы расслабиться чтобы снять напряжение чтобы убрать лишние мысли успокоиться чувствовать в гармонии супер дальше успокоить ум и услышать себя не внешние которые что-то советует или предлагает услышать себя для чего если нужны какие-то решения какие-то какие-то действия нужно сделать я не могу например принять эти решения потому что внешнего действия сильнее чем собственный голос мешает то есть найти ответы какие-то решения отлично кто еще хочет сказать развитие осознанности успокоение ума контроль над эмоциями и чувствами принятие каких-то решений чтобы вот этот момент до действия отрезок когда нужно подумать прежде чем сделать как бы удлинялся и был момент чтобы осознать что я должна сделать как правильно поступить как успокоиться и затем только сделать чтобы не принимать каких-то спонтанно глупых решений вот ну и развитие осознанности чтобы чувствовать себя в моменте потоки ресурсов для того чтобы проживать жизнь именно осознанно сейчас чувствуя максимально до видео максимально не в каких-то мыслях не в прошлом не будущем не фантазиях а здесь и сейчас отлично благодарю за ответ кто еще хочет сказать зачем заниматься практика я могу сказать что наверное в первую очередь это для моего физического здоровья для физического здоровья я считаю что йога мне опять же помогает наполнить мою душу каким-то ну это знаете как тяга идет какая-то я не могу ее объяснить притяжение которое взаимосвязано с йогой я я тем самым наполняюсь когда занимаюсь йогой я наполняюсь понимаю то есть и физическое состояние лучше становится и внутри как-то вот более цельное то еще каждый может говорить совершенно все что хочет без медитации мне кажется можно быстро стать психом потому что очень сильно помогает бороться со стрессом говорила катя с эмоциональными реакциями как бы ну не то что себя тормашивать и замечать их на более ранних этапах я бы так сказал для этого главная цель понял благодарю мария да когда вопрос задали у меня сразу слова прям бездумание замедлиться вот замедлиться и пришло такое сравнение вот когда мы на place на пауру ставим я бы сказала вот такое аллегория да вот именно это и есть медитация быстрая перемотка вот все играет кнопочку нажимаешь пауза и вот и вот и там все там в одном моменте может быть их успокоение мысли нет мысли не останавливаться я за ними наблюдаю и через какое-то время вот эта скорость вращения мысли в голове она так и вот я бы сказал кто-то еще хочет сказать арина может быть вы же давно занимаетесь что с практика человек со временем это все хорошо а зачем вы занимаетесь что-то меняться лучшую сторону наверное какую-то развиваться в таком направлении да еще можно добавлю можно я заметила что с йогой но это такое некое глобальное учение да который в себе содержит еще ряд учений внутри вот я когда начала заниматься с йогой я начала знакомиться с аюрведой например да там с вегетарианством хотя мне еще далеко но я надеюсь что я на верном пути и тем самым у вас еще пять дней тем самым это частности аюрведа она еще глубже начинает там да там раскрывать вот как мы недавно затрагивали там что у человека есть еще три внутри да как не знаю сейчас стихи называют там пита вата и табха доши доши да которые тоже вот опять же очерчивают какие-то да вот грани где ты можешь четче понять себя четче понять они описывают то что человеку подходит в каком направлении там можно развиваться и нужно развиваться и это вот такая нескончаемая нить которая тебя уводит 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 глубоко куда-то ну и опять ждать больше возможности понять вообще кто ты хорошо михаил ответ преподавателя пожалуйста зачем ты занимаешься практикой ну у меня цели глобальные масштабные я предстоит говорил это просветление для того чтобы всех перевести на тот берег достичь просветления благодарю очень хороший ответ и очень интересный ну а все остальные цели они по дороге достигнутся всем спасибо лекция закончена это как бы вот интересное очень хорошее было высказывание я еще продолжу тем что я не претендую на какую-то глобальную истину или вообще там истину мой опыт маленький поэтому могу ошибаться и то что здесь скажу вообще можно не верить лучше это исследовать и проверять подтверждать самостоятельно потому что я могу действительно ошибаться прошу не воспринимать вот как идеал какой-то там не знаю еще что то что вот я сказал значит так и не ссылаться что вот он сказал то есть пока вы сами не проверите не подтвердите на своем опыте еще вам кто-то другой подскажет точно такое же не считайте что я сказал правду все итак смысл вообще всех практик все что вы сказали все что перечислили если это все объединить то можно одним словом ну кроме михаила сказать что человек да и вообще любое живое существо оно стремится к счастью через различные самые методы успокоение ума контроль эмоций что у нас было еще хорошее физическое самочувствие через все вот эти вот различные составляющие но итог это счастье суть этого счастья то что перечисляли было частично связано с физической составляющей частично было связано с более тонкой составляющей сумственной но у нас тело и ум связаны и все счастье которое существует она от ума происходит от вашего состояния ума в котором вы находитесь например один человек попадает в какую-то комнату ему там будет плохо другой человек попадает в эту комнату ему будет хорошо условия одинаковые разный ум разное состояние а ваш ум он обусловлен вашими поступками как раз вот то что регина рассказывала о том что мы создаем карму и важно создавать и совершать такие поступки которые будут приводить к действиям благоприятным которые будут благоприятную карму создавать так чтобы ваш ум постепенно трансформировался есть такой вариант либо раскрывался его потенциал естественно потому что природа просветленного существа есть у всех смысл заключается в том что достичь этого состояния ничего не делать нельзя вчера или позавчера тоже вот беседовали и был такой вопрос ну как бы а зачем вот там вот это вот вы делаете там шаткарма или еще что то такое я так слышал если вы не делаете то вы не понимаете зачем и смысл еще в том что так как тело ума не связаны неразрывно здесь по крайней мере да насколько мне известно в этой жизни тело ум то влияя на тело это самый простой способ мы изменяем и асаны сегодня поделали вам стало как-то по-другому бывает так что приходишь на практику я веду занятие оффлайн люди приходят в состоянии тяжело делают тяжелый асан им трудно тяжело но потом им легко значит что-то тяжелое что было у вас стало чем-то легким это тяжелое это не просто энергия которая определяет состояние ума это сам ум вы изменяете через практику свое состояние если вы это делаете регулярно еще раз возвращаясь к тому что мы создаем своими поступками будущую карму когда вы это делаете постоянно регулярно то таким образом вот сейчас мы позанимались а вот здесь где-то результат этого всего допустим через год условно вот вы здесь сделали что-то не работал сделать два что-то три сделали мантру попели там не понравилось все бросили через какое-то время вам благоприятный результат приходит и вы таки о здорово у меня там что-то белая полоса пошла и потом бац опять черная полоса потому что здесь вы уже практика не занимаетесь поэтому очень важно и очень хорошо когда мы практикой занимаемся регулярно регулярно это каждый день это очень хорошо но иногда бывает так что недоступно в кавычках как это сделать доступно будет на следующей лекции наверно интрига вот смысл в том что вы делаете делаете делать и тогда ваша карма здесь 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 ваша жизнь заканчивается вот положено но карму вы уже накопили на будущей жизни таким образом когда происходит перевоплощение был вопрос проверяем координацию сегодня перевоплощаясь да мы забудем все что здесь есть но у нас будет благая карма встретиться с учениями встретиться с практиками и продолжить и в конце концов то о чем говорил михаил достигнуть все-таки этого просветления когда-то вопрос зачем понимание того зачем достигать просветление происходит из того когда вы много настрадались потому что если у человека например в жизни все прекрасно все хорошо то на йогу он редко приходит из опыта я веду недолго занятия очень долго примерно пять лет приходят обычно когда все плохо и крайне редко когда все хорошо когда все хорошо приходят ну буквально это таки люди которые делают комбо они совмещают два занятия в одном первое и последнее у меня по крайней мере шопа занялся все мне так все хорошо а тут стало как-то не очень и уходят поэтому занимаясь и создавая себе эту благую карму это одно вы еще создаете себе хорошую привычку потому что тело со смертью у нас разрушается но поток ума остается и вы когда вы трансформируете свой ум в нем возникают привычки эти полезны например делать асаны например петь манду например делать медитацию потому что возможно кто-то сейчас подтвердит из тех кто уже подольше снимаетесь наверно у вас было такое что вы начинаете делать какую-то практику которую вам вот только-только рассказали и вам прям вас прет извините за слово вас прям вот вам нравится и хочется делать вы чувствуете отклик есть такое было вот почему вы думаете вы первый раз это начали делать потому что вы это уже делали да вы вспомнили вы почувствовали эффект и если вы будете неправильно не если а когда вы будете продолжать это делать то вы можете получить еще больше эффект в этой жизни и в будущих для чего для того чтобы трансформировать себя для того чтобы очистить свой ум от той не очень хорошей кармы которой мы создали себе вредные привычки вредить завидовать быть жадными привязываться к чему-то вот это все постепенно мы искореняем это все происходит через практику и и постепенно когда вы очищаетесь вы становитесь лучше вы достигаете состояние какого мудрости когда вы уже настрадались вам было плохо 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 много-много раз может быть много жизни вы понимаете что вот это мне не нужно я знаю к чему это приведет вы интуитивно это чувствуете вот просто у вас внутри не надо этого делать и тогда наступает момент когда у вас например есть дети и вы чувствуете что я не хочу чтобы мой ребенок страдал сначала вы распространяйте чуть-чуть да на свое окружение дальше идет еще больше идет осознание того что саморазвитие невозможно без взаимодействия с миром с другими людьми вы не можете просто вот можете конечно но уйти в горы там в ретрит или еще куда-то но я приведу пример практиков великих которые уходя в горы в ретрит и так далее что они делали кто читал они возвращались они возвращались и давали учение каждый раз то есть там они достигали каких-то еще больших реализаций возвращались давали учения почему потому что не оставляют других потому что они относятся то как я сказал как и детям своим ко всем остальным и когда происходит вот это вот понимание что взаимосвязь всего со всем что ты не можешь просто взять и бросить до ради собственного счастья как мать детей не может оставить вот тогда начинается другой уровень какой-то следующий вопрос когда это сострадание в действии да наверное да потому что может быть в теории сострадание которое я бы сказал бывает иногда путают сострадание с жалостью да когда смотрят ой они ж бедненькие страдают у и там и так далее во первых вы не знаете карму этих существ совершенно и когда вы видите как кто-то страдает не факт что он страдает если посмотреть со стороны можно подумать что у него вроде как все окей для того чтобы понять вот это вот страдают они или нет нужно стать просветленным существом чтобы видеть результаты их действий сейчас мы можем до предполагать мы уже знаем что это часть что вредит то что мы сами испытали этот сто процентов понимаем да вот допустим вот это вредит это вредит это нет это все описано добродетельные иflanzen добродетельные действия и те которые приводят плохим результатом можно найти в книгах с утра ах можно найти в джатаках можно найти очень круто описано в джатаках написано о том дело вот это в будущей жизни получил вот это есть очень интересные джатаки когда описывается ситуация когда монахи сидят допустим где-нибудь в роще джеты подходит будда и спрашивает о чем вы беседуете говорят да вот у нас тут монах один украл что-то и он говорит там и в прошлой жизни так делал это конечно так сильно обобщенно сказал извините буду не мог сказать там но будда говорит да он и в прошлой жизни совершал такие же поступки и объясняет историю какой вывод сделать что даже совершает те поступки в прошлом он и сейчас продолжает о том что поток ума не трансформированный практикой ничего не делал он остается это создает проблему он и в этой жизни продолжает накапливать негативную карму не проблема для этого человека или существа пока она не попала в те самые жесткие условия когда ему надоест это страдать если у вас есть связь и карма то можно объяснить тоже вот то самое не причинение вреда важно о том что причинить добро известный такой шаблон до догнать причинить табло добро смысл еще в том что иногда бывает что не не лезь не вмешивайся но если мы испытываем реальное сострадание и понимаем что делать для того чтобы реально понимаем то есть не придумано как-то у нас есть опыт и знание мудрость что делать то бывает попадаешь как бы вот в такое состояние когда как мать и ребенок да просто делаешь и все это работает потому что если допустим ребенок упал в реку мать не задумывается она бросается и спасает его но это уровень какой-то наверное запредельный для нас пока что поэтому мы можем подумать к чему это может привести не факт что к этому приведет мы же не знаем карму и это веду к тому что очень важно достигнуть мудрости мудрость нужно нам для того чтобы как раз понимать результаты своих действий что полезно что не полезно достигается через очищение от невежества то есть через практики самые самые разные хорошо бы чтобы вас был какой-то учитель наставник чтобы не получилось так что мы делаем практике и создаем себе иллюзию что мы меняемся вот регина очень хорошо сказала о том что изменения происходят медленно медленно и незаметно точно также медленно и незаметно они не происходят потому что мы можем думать да я меняюсь я лучше внутри но прекрасная возможность узнать насколько вы изменились это выйти в социум сложные условия поехать йога тур и когда будут проявляться самые разные условия например вот сейчас там шум какой-то да вас это беспокоит нет например машина проехала не знаю например там не знаю сейчас зайдет кто-то начнет колотить или у меня в уме начнет появляться что-то непонятное в связи с тем что кто-то задаст какой-то вопрос я буду такого лучшего это он такими вопросу задают вот насколько ваш ум трансформировался вы сможете понять когда вы соприкоснетесь с чем-то потому что мир как зеркало будет вас отражать и чем глубже и больше уровень вашей практике тем эти отражения будут явнее то есть будет меньше проходить времени до того как это отражение будет проявляться интересный опыт расскажу из жизни однажды мы ехали в йога лагерь на машине нам нужно было ехать долго за мной заехал друг он ехал из ростова в краснодар потом из краснодара мы ехали в сочи потом в сочи нам нужно было забрать женщину еще одну попутчицу вот и мы едем втроем забираем ее в абхазию едем еще для понимания мой друг владимир выехал в 12 ночи до сочи со всеми пробками перевалами так далее мы уже подъезжали часов наверное четыре вечера еще абхазии там пару часов надо и вот женщина говорит ой а давайте заедем на рынок надо фруктов купить володя такой спокойный он хороший человек спокойный прокачанный да не вопрос сижу думаем блин как ты достала ну реально уже устали ладно мы останавливаемся возле рынка она пошла с другой девочка там за фруктами мы стоим с володей если думал задолбался уже все достала идут на встречу такие туристы знаете в кепочки бабушка с дедушкой такие уже пенсионеры вот такие ему такой поворачивание да ты уже достала под прямым текстом я я такое понимаю ну ладно хорошо потерпим еще чуть-чуть чем мы тут ехали там десять часов нет он идет и своей супруге говорит ты уже достала двое идут и прям вот оно они вот прям реально в тот момент я понял что это правда и все отражается то что у вас в уме это отражение вокруг поэтому если вам не нравится то что вокруг происходит вы на себя посмотрите и вот тогда начинается работа внутренняя так мне это не нравится а почему мне это не нравится подумать что мне в них не нравится может я также делаю это сложно отследить когда вы признаете свои недостатки тогда надо вот тогда начнется работа потому что бывает такое я принимаю себя как есть со всеми своими недостатками и ничего не делаю годами нет это путь ну это не тот путь который вот просветление это путь чему-то другому ум как был таким таким он и остался хорошо если вы свои недостатки знаете помните о них и старайтесь их компенсировать в обратную сторону например 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 про себя да у меня есть такое качество которое в обществе она называется грубая речь иногда нет это не стебаться это когда ты говоришь прямо как она есть вот взять нет в обществе это в обществе это считается не очень хорошее качество когда ты берешь и говорю ну я вижу красный и говорю вот красный как нет нет это не мое восприятие это не только мое восприятие но здесь вот понимание и возвращаясь к состраданию и не причинению вреда можно сказать но мягкими словами и так чтобы человек услышал потому что как было только что озвучено эго защищается никто не хочет чтобы ему указывали как делать поэтому ребята заниматься практикой очень хорошо я вам говорю я вам не говорю нужно я говорю мотну что это очень хорошо и полезно как вы воспринимаете такие слова понимаете я говорю это не просто вот из теории я вам говорю это из практики из реальности что так она есть когда вы занимаетесь будет лучше для вас в первую очередь потому что большинство говорило о том что для вас когда вы сами меняетесь то меняется до окружения почему потому что зеркало меняется вы мир не можете изменить пока себя не начнете и свое отражение начнете видеть по другому и ваше отражение то чего у вас в уме нет не может отражаться вокруг если у вас в уме нет завести вам просто не могут встретиться практически не могут поправкой встретиться завистливые люди например или там какие-то агрессивные люди практически почему говорю потому что небольшая гибкость с учетом на прошлую карму если это было вот она пройдет но так как вы создавали полезные свойства качества до своего ума меняли заменяли зависть там на сорадование что еще у нас есть какие еще хорошие и нехорошие гнев на спокойствие таким образом вы свою карму можете трансформировать в том числе например про гнев если человек был гнев и гнев ливы начал заниматься практикой йоги начал менять свой ум так чтобы этого гнева проявлялась меньше по карме ему должна была проявиться ситуация в которой он мог бы сгневить прям вот что-то ярость какую-то выразить и в таком случае в ответку мог получить например удар куда нибудь какое-то место не очень полезно но так как мы не делаем этого мы эту карму не даем ей возможность проявиться им просто не поливаем эти семена они засыхают все поэтому хорошо бы было если бы вы практиковали регулярно регулярно это каждый день пожалуйста какие у вас есть вопросы согласно лекции либо какие-то параллельные попутные пожалуйста вопросы про окружение когда человек меняется меняется к лучшему меняется его окружение бывает так что окружение это близкие люди которые не меняются и с начинают возникать конфликты очень сильные почему вы решили что они меняться должны они не должны меняться но у вас уже есть ожидание у вас есть ожидание я начала меняться не все было прекрасно части моего украины было прекрасно но некоторые близкие люди они я тоже думала что поменяются но не случилось минутку вы думали что они поменятся вы хотели что они поменяются у вас были определенные ожидания ваши ожидания не оправдались вы страдаетесь и страдаете и мучаетесь плюс даже больше скажу вы не просто страдаете вы на них скорее всего даже давили в сторону изменения потому что внутреннее какое-то когда человек видит что не меняется это давление может заключаться в том что вы агрессию какую-то проявляете внутреннюю несогласия с тем что они не меняются вы не принимаете просто какие они есть и и и что еще важнее как вы будете меняться сами если вы не можете с такими людьми взаимодействовать так чтобы не было конфликтов как вы можете меняться и насколько вы изменились вопрос если у вас все еще конфликты весь ваш конфликт скорее всего построен принципе на том что у вас столкновение двух точек зрения вашего мира восприятия и их позвольте людьми быть теми кто они есть и вы увидите что что-то происходит все очень просто звучит звучит очень просто на практике немножко посложнее вот когда вы будете меняться вы увидите что это меняется действительно с людьми что-то будет происходить а напомните пожалуйста напомните пожалуйста зачем вы практику вы делали три говорили практике напомните пожалуйста еще раз зачем для спокойствия для радости и для тренировки ума вот это будет наверное такое полезное дополнение вся эта практика направлена на вас на вас попробуйте в любую практику это не только к вам как бы ответ но и вообще попробуйте в любую практику добавить такое пусть благодаря этой практике все люди которые будут со мной взаимодействовать либо живые существа получат пользу как бы они не контактировали со мной пусть они думают обо мне хорошо плохо вспоминают обо мне может быть даже там очень очень плохо физически ко мне относятся чтобы они делали пусть это приведет к тому что я и они станем лучше мудрее и достигнем просветления попробуйте так почему потому что когда мы делаем практику кто-то делать практику мотивацию закладывает когда делать практику когда вы начинаете практику или просто делать вот ok санкальпа потому что когда мы делаем практику просто вот практика потому что практика потому что мне потом хорошо у меня там спокойном и так далее это равносильно тому что например я научился стрелять из лука вот я умею стрелять из лука или например я умею классно сидеть на шпагате и чё я стреляю из лука в воздух смотрите, как я классно умею, цели нет, нет направления. А направление задается, вот ваш ум, вы его направляете, вы не только трансформируете его, вы его еще и направляете куда-то. Очень хорошее было замечание для достижения просветления, что просветление — это невероятная мудрость. Мудрость, когда вы можете понимать, что нужно делать, что не нужно делать, как помогать, так, чтобы это приносило пользу, чтобы вот это невероятное состояние, какое-то очень высокое, я не знаю, что это такое, это я рассказываю свое понимание. То есть это запредельная мудрость, совершенная мудрость. И тогда вы будете другим. Вот если вы направляете свой ум в это, пусть благодаря этой практике я стану лучше, пусть во мне там будет меньше зависти, гнева, непринятия, пусть я достигну просветления самой высокой цели, пусть я стану мудрее, спокойнее, тогда ваша практика, она будет другая. Вы прицелились, и вы стреляете туда, куда нужно. И даже когда эта жизнь закончится, когда вы будете в будущем заниматься, вы будете понимать внутренне, мысленно, зачем. Вы понимаете, это направление, оно задано. Эта карма, она уже задана. Чем мы просто делаем что-то, потому что нам потом будет здорово и хорошо. Это тоже хорошо, но дальше. Вопрос. Благопожелание такое есть, которое мне запало. Ну вы знаете, пожалуйста, забывите, но поживите. Скажи, пожалуйста, я с тобой, скажи, я повторю. Благодаря этой сострадательной практике. Пусть благодаря этой сострадательной практике. Раскроется. Нет, Алла. Все страдания обернутся покорнее. Все страдания обернутся покоем. Раскроются сердца живых существ. Их мудрость просияет изнутри. Вот очень хорошие слова великого кого-то. У Шантидевы, Бадхичария Аватара, там есть 10 глава посвящения за слух. Очень хорошая. Там пусть, 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 пусть. Благодаря, вот пусть, пусть, пусть. Найдите себе мотивацию вот эту вот. И пусть она будет самой-самой высокой. Это будет очень хорошо. Какие у вас еще вопросы? У меня вопрос. Регулярная практика. Как себя мотивировать? Потому что после юготура хватает на какое-то время. Действительно. После какой-нибудь пассаны, поездки. В конце концов, после отпуска. Да? Если он хорошо придет. А потом что-то происходит. Ну, одну пропущу, ладно. Вторую. И все. И потом себя заставить практически невозможно. Как мотивировать себя на регулярную практику. Для того, чтобы понять, как ответить на этот вопрос, мне нужно понять, что вы подразумеваете под регулярной практикой. Количество раз в день. Количество раз дней в неделю. Ежедневное хоть что-нибудь. Ежедневное хоть что-нибудь. Либо медитация, либо мантра. Хоть что-нибудь ежедневное. Хотя бы что-то. Хоть что-нибудь. Хорошо. Еще один уточняющий вопрос для понимания. Допустим, мантра или медитация. Сколько вы предполагаете, вы хотели бы по времени это делать? Медитация час, мантра 39, хатха полтора. Медитация час, мантра полчаса, хатха-йога полтора часа. И вас не получается поддерживать. Попробуйте не ставить себе рамки такие жесткие. Потому что, например, я сразу хочу бегать в марафон. 42 км. Но что-то как-то мне не получается. Почему? Потому что я не натренирован еще. Если вы берете сразу жесткие рамки. Я из личного опыта расскажу. Я раньше таймер ставил на час. Я. Кто-то ставил таймер. Вот это. Я смотрел просто записи потом. Час утром, час вечером. Еще там много. Сейчас по-другому. Теперь я не ставлю таймер час. Я ставлю таймер секундомер. Который отсчитывает время. И смысл делать практику, хороший смысл, когда вы делаете ее. Например, вы поете мантру. И вы чувствуете вот, о, вот, 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 вот он эффект. Все, все. И на вот этом хорошем подъеме состояния заканчивать. Чтобы потом вам еще был, еще стимул продолжать. С хатха-югой так будет сложно, конечно. Но можно. Можно, например, суринамаскар делать. Когда вы делаете, там будет эффект. Вы делаете не полчаса, а вы делаете, например, себе, там, не ставите себе цель. Три, шесть, двенадцать кругов сколько. Просто занимаете, делаете, делаете, делаете. Чувствуете, ага, хорошо, пошел эффект. Постепенно это делаете, завершаете. Также с медитацией. Вы чувствуете эффект. У каждого свой. Чувствуете, завершаете. Не делаете час, потому что. Вот одна из причин, почему это может у вас происходить. У меня тоже так было. Час, к часу я сидел и думал, боже, мои колени, когда это закончится, а-а-а-а. И потом, когда это запоминает, ты такой, час, а-а-а, нет, нет, боже, я не хочу. Вот. Тем более, когда нет, зачем. Зачем я это делаю, зачем я сижу, страдаю, мучаю. М-м-м. Все. То есть достигаете состояния пика, когда хочется еще. Выходите. Вам будет хотеться. Внутри со временем создаться привычка. И если вы через секундомер будете засекать, или, допустим, если суринам искар делаете, или какие-то асаны, у вас будет, например, 20 минут в начале. Но вы вышли на хорошем состоянии. Через какое-то время вы заметите, что что-то как-то не 20 минут, больше стало получаться, да? Сколько? 27. 27, да. Или захотелось еще больше, уже 19 минут. Потому что тело еще устает. Отдыхать тоже обязательно и важно. Вот. Не жестите. То есть выбираете, делаете регулярно что-то. Бывают такие дни, когда мы болеем, и вы не сможете что-то делать. Ну, скорее всего. Потому что лежишь, и температура напрямую. Не расстраиваться в таком случае. Понимать, что вы физически не можете это делать. Если вы болеете, лежите. Это нормально. Тут главное себя не корить. Когда такое состояние совсем вот никакое. Хотя, как говорил мой учитель истории, есть две причины. Не прийти на урок истории. Ну, это одна причина. А вторая. Заболел, и заболел, и умер. Это мега-крутая мотивация заниматься йогой. Но давайте не будем жестить. Поэтому аккуратно делайте, сколько получается. Не делайте жесткую рамку вначале. Потом, может быть, там уже, когда больше-больше будет получаться, тогда уже там какие-то себе придумайте. И вот эти рамки хорошо устанавливают, когда вы в ретриты уходите. Там, да. Потому что в ретрите обычно есть все условия. Вы не на работе, у вас все хорошо. Час, да. Там можно и потерпеть. Про заслуги. Да, это важно. То есть энергия практики. Для того, чтобы заниматься, у вас должна быть энергия какая-то. Нельзя просто так вот взять и заниматься. Обычно происходит так, что накопленное в прошлое мы расходуем здесь. Даже для того, чтобы пойти в ретрит, у вас должна быть энергия. Для того, чтобы поехать в йога-тур, у вас должна быть энергия. Энергия, на русский это по-быстрому, это деньги хотя бы. Уже понятно, да? Другая энергия, это когда у вас есть благая возможность встретиться с учителями вообще, в принципе, найти там на сайте, где-то увидеть, услышать и так далее. Если этой заслуги нет, ну все. Заслуга зарабатывается как раз через то, что вы мотивируете других к чему-то, помогаете им. И здесь тоже нужна эта мудрость, которая через практику, которой хорошо бы вы занимались. Помогаете. Буквально случай перед самым-самым туром, я уезжал в пятницу, в среду было, получается. На занятия одна девочка пришла, у нее были волосы такие длинные, она постриглась короткие. А мне как раз попалась лекция, какая-то коротенькая такая, про стрижку волос, и что это связано с энергией. Потому что есть такие дни, когда у нас в волосах накапливается энергия, и их стричь не очень полезно. Совсем. Вообще не полезно. Вредно может быть даже для здоровья. Я у нее спрашиваю, а ты знаешь, что есть такое вот? Такая, ну, что-то слышала. Я вкратце, вкратце, вот буквально там самоконасана. Чуть-чуть сидим, поза для размышлений. Это поперечный шпагат. Очень хорошо слушают, никто ничего возразить не может. Когда вы будете преподавать, рекомендую. Поза для размышлений. Я вкратце рассказываю о том, что есть лунный календарь, по которому движение энергии в теле у нас происходит. Потому что мы живем, хотите, не хотите, но в соответствии с законами и циклами мировыми. Вот. Она послушала, все супер. Прихожу домой, и что-то набираю в интернете, мне попадается, как стрижка волос, и почему влияет на вас. Закрытая лекция, стоимость там какая-то, и я такой, ух ты. Паралетер кучу. Да. И я купил, начал слушать, там очень круто, все здорово рассказывается про это. Это вот как-то инстант карма. Мгновенная практически. Пришел, рассказал, пришел, получите. Прошло часа два, наверное. Бывает, что и не так, что дольше, больше времени, но хочется сказать, верьте, проверьте сами. Это будет, даже если вам это не вернется в этой какой-то, в этой, я имею в виду, жизни, когда вы вот сейчас, да, может быть, через 10 лет, год, еще сколько-то, это вернется. Поэтому, это крайне важно, вот заслуга эту, что я получил? Физически ничего, вообще ноль, да, но энергетически, это знание, которое я, у меня оно было коротенькое, маленькое, какое-то такое, ограниченное, я его расширил. Теперь можно помогать больше. Накапливаете мудрость, передаете дальше. Вот. Заслуги важны. Нет заслуг, ничего нет. Поэтому, первое, после возвращения из тура, хорошо, если бы ваша практика стала регулярной. Каждый день, конечно, было очень здорово. И не вот в этих рамках, там, час, два и так далее. Сколько можете делать? Что можете делать? Будет польза. И потом, вот эту пользу, трансформируйте и вкладывайте в какое-то тело. Важное, полезное, которое будет пользу приносить другим. Например, рассказывая, хотя бы мотивируя к чему-то, показывая другим своим примером, как у вас состояние меняться. Даже физически, как вы лучше себя чувствуете. Это уже. То есть, заинтересовать хотя бы чем-то. Ну и потом, знание не бывает так, что оба, бум, вам там, что-то крутое упало сразу. Не знаю, у меня не было такого. У тебя было, Миша? Что-то тебе прямо сразу какое-то мега-знание. У меня пока что такого не было еще. То есть, у меня постепенно, там, потихоньку, какие-то по крупичкам, по крупичкам. Может, у кого-то, не знаю, там сразу, на тебе вот, учебник атомной физики, там, учебник, как с людьми работать и так далее. То есть, если мы возьмем сразу крутой учебник, мы ничего не поймем. Поэтому нам даже книги приходят постепенно, они глубже, глубже, тоньше, интереснее. Вот поэтому, и когда вы, ой, да что я там буду рассказывать и так далее. Если вы не рассказываете, вы, ну вот, взяли вот здесь, отрезали. Если бы вы здесь рассказали, вот здесь что-то уже пришло бы вам. Корыстный интерес. Ну вот раз на эту тему вопросов хотелось спросить, про рассказывать и делиться, и так пропагандировать, да, в кавычках. Если людям, ну, скажем так, иногда возникает ощущение, что, да, я когда начинаю рассказывать про свои вот эти вот ощущения, как я себя чувствую, да, что мне дает, что иногда окажется, что люди, ну, опять ты там вот. Возможно, вам не кажется. Нет, я понимаю, но надо ли вот все-таки продолжать с такими людьми, делиться своими вот этими? Если им не интересно, зачем? Не надо, да. Ну то есть если люди не спрашивают и не интересуются, то и не надо рассказывать. Я думаю, вот рассказать на камеру лайфхак как? Или нет? Через вопрос. Через вопрос. То есть транслировать через вопрос. Например, возвращаясь к тому самому случаю со стрижкой волос. Если бы я сказал, о, ты знаешь, что та-та-та-та-та-та-та, вот, а ты обрезала волосы, а там какой-то неподходящий день, и та-та-та-та-та-та-та. Это давление, да? Угу. Но, как-то так получилось, что вы знаете о том, что существует такое? Нет. А вам интересно было бы услышать? Да. Продолжаем. Ну, то есть через интерес. Вопрос. Через вопрос можно задать. Вопросы задавать очень хорошо. Потому что, например, вот Татьяна спросила, регулярная практика, мне нужно понять, что она, какое у нее понимание о регулярной практике. Потому что, может быть, у нее регулярная практика, я не знаю, три раза в день, по четыре часа, и день прошел. А перерыв только потом через месяц в следующее занятие. Это регулярная практика. Вот поэтому уточняющие вопросы, они важны, крайне важны. Про буддистов вот слышал такое, что у них есть принцип такой не спрашивай, не вмешивайся. Я не сильно поддерживаю с этого мнения, потому что иногда можно и аккуратно так, если получается, аккуратно вмешаться. Через вопрос это хорошо. Иногда хорошо это делается через юмор. Вы сегодня много смеялись, и вам что-то запомнилось? Надеюсь. Давайте тогда на этой положительной ноте мы завершим нашу сегодняшнюю беседу, потому что у нас будет еще время. В том числе и в походах. То есть, если у вас вопросы, вы подходите к нам и спрашивайте их. Мы не такие, как бы, типа, не кусаемся, все хорошо. Вот. И давайте эту практику завершим тем, чтобы... Пусть она принесет пользу тем, кто будет смотреть. Благодарим за то, что были с нами. Если вам было это видео полезно, то, пожалуйста, распространяйте его, где вам это доступно. По возможности, лайк, подписка, комментарий. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok